Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас выезд в Гонконг. У нас заканчивается 90 дней. Срок пребывания в Китае. Более подробно мы расскажем про нашу визу и как мы делаем выезд в Гонконг в следующем видео. В этом видео мы хотим вам показать, как мы добираемся до Шинчжэнь. Чтобы нам добраться до Гонконга, сперва нам нужно добраться до Шинчжэнь, а затем пересечь границу в Гонконг. То есть в этом видео мы покажем, как мы едем в Шинчжэнь, покажем вокзал, южный вокзал Гуанчжоу. С которым мы рядом живем. Да, наш дом находится рядом. И мы ездим на вокзал на мотоциклах. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы едем на парковку Нам нужно припарковать мотоцикл Чтобы продолжить наше движение Уже пешком Мы приехали на вокзал 5 юаней стоит припарковать один мотоцикл Скорее всего на сутки Мы идем сейчас на вокзал Билеты у нас уже куплены Как ты купила? Расскажи Мы покупаем билеты через WeChat приложение Вот где кошелек Здесь есть Поезда И выбираем поезд Это Гонжоу южный вокзал Это Шэньчжэньбэй 29 число у нас сегодня Выбираем Мы вот смотрим ближайшие билеты На 12 часов Стоимость? Стоимость 74,50 Ага Один Ну мы уже купили Поэтому ты как бы уже этого делать не будешь То есть мы купили уже все И у нас приходит вот такое уведомление Служебное сообщение Здесь показан номер билета Дата и время Номер вагона Места указаны Даже не обязательно распечатывать билет Мы можем вполне сесть по этому билету Но не всегда сотрудники вокзала Разрешают пройти на поезд По электронному билету То есть скорее всего Ну чаще всего и проще всего Приехать на вокзал и распечатать билет Мы можем пройти на третий этаж вокзала Показав электронную роль Нас пропустят Мы сейчас так и сделаем А распечатаем билет Мы на третьем этаже вокзала Вокзал Это южный вокзал В Гонжоу Вообще три вокзала В Гонжоу Вокзал очень большой Вот такие терминалы Их очень-очень много В общем Вот эти все терминалы Которые здесь находятся на первом этаже Это только для китайских граждан Да, кстати Вот они покупают Себе билеты У них нету паспортов У них что-то в виде как-то пластиковые карты Вот он примерно там держит Да, их паспорт выглядит как пластиковая карточка Сейчас мы проходим в комнату Зал ожидания Она проверяет билеты, да? Зал ожидания нам нужно показать билеты Она, короче, проверяет паспорт, билеты проверяет Сейчас поднимаемся на третий этаж в вокзале Сейчас мы идем на досмотр багажа Обычно никого народу нету А, да? Да Тут всегда пустое Поднимитесь на третий этаж и распечатайте Потому что здесь никогда народу нету, да? Обычно все внизу, да? Никогда нет народу, да Ребят, посмотрите просто на этот вокзал Это ЖД вокзал Просто охренеть, блин Машины стоят в центре Ну давай, рассказывай, как распечатывать Паспорт у нас электронный, нового образца С пластиковой картой Нажимаем, вот везде так интуитивно Интуитивно? Да Прикладываем паспорт Еще раз интуитивно нажимаем на какие-то кнопки Все, пошло сканирование Он сейчас отсканирует и распечатывает Отсюда выплюют билеты нам Хотя просто тычет, тычет, тычет Сейчас еще тычет А, ну вот, видимо, это неправильно, да? А, ну да, вот сейчас номер брони, да, пишешь, да, здесь Сейчас пишем номер нашего билета, да Да, который отображается на телефоне Интуитивно продолжаем тыкать кнопки Один билет Один печатается Мы купили два билета Девчонок возьмем на руки Дети до 120 сантиметров едут бесплатно Поэтому у нас девчонки едут бесплатно Возьмем на коленки У нас до поезда осталось 11 минут, и я немножко нервничала Не нервничай, пошли, пошли на поезд Выход у нас 12б Да, кстати, тут, в принципе, заблудиться несложно, да, Кать? Вон указатели, да? Вон везде Внизу платформы, в общем, идут И вот мы сейчас как бы идем-идем К платформу, допустим, первую прошли Платформа, допустим, вот Вот там написано вдалеке Седьмая платформа, шестая платформа И мы просто их проходим, как бы По сути, внизу у нас все поезда идут В принципе, удобно Что же это так удобно, мне кажется, да? Ну да То есть мы, грубо говоря, идем И вот нам надо быстренько на какую-то платформу Раз-раз-раз Пошли на переход Все, спустились С цели, поехали Девчата На южном вокзале Очень сложно взять билеты На ближайшее время Доступны билеты только через 2-3 часа Да, покупаем То есть, если, допустим, билет доступен через 2 часа Ничего страшного Покупаем этот билет, да? Ну, чтобы не ждать эти 2 часа здесь на вокзале, да? Потому что хочется побыстрее доехать до дома Просто идем на ближайший Смотрим, допустим, по монитору А? Да, смотрим на табло И ближайший на Гуанчжоу То есть заходим не через вахту Потому что билет не пропустят Вот так вот билеты они прикладывают А вот через охранницу Показали билет И она предупреждает о том, что поедете Поедете Стоя поедете Здравствуйте Все, вот она платформа Всякие вон платформы Платформа 14, 15, 16 Здесь ходят скоростные ребята Поезда со скоростью 300 км в час Просто пуля Поезд, кстати, похож как прям вот на ракету Посмотрите Так что вот такой лайфхак Если все-таки не хотите сидеть здесь на вокзале Проходите через охранник Как она вот такую отметочку делает И заходите Ну, придется постоять Хотя, если стоять опять же не хочется Идете в вагон-ресторан И садитесь в вагоне-ресторане Можно сделать заказ в ресторане Чай заказать Ну, можно просто сидеть И на самом деле В Китае это нормально Да, нормально Так что Только не возбраняется На самом деле Обычно Полно свободных мест Так, девчата Давайте За белую линию не заходить Все, идем Вот наш поезд Наш погон номер 6 Место 7 Вообще, офигеть Ракета Ракета Да, в поезде Я постараюсь заснять скорость С какой скоростью Он идет В каждом вагоне На мониторе Где идет информация О прибытии Какая станция Там всегда пишется Скорость Обычно пишется там Он Ребята Вагоны моет Представляете Вот он стоит А они его намывают Причем каждый раз Да Вон они Весь вагон Полностью моют Это круто Через 37 минут Будем в Шенчжене Представляете Ребят Напишу в описании В общем Сколько километров От Гуанчжолу До Шенчженя Ну вот мы внутри Ребят Мы сейчас Короче Были Во втором классе Вот В общем Там сели Там очень тесновато И много народу И прошли вагон Это первый класс Да как Вот Первый класс Смотрите Вообще полностью пустой Поэтому мы решили Сюда перейти Чуть-чуть Давайте маленькие обзоры Сделаем Вагончика Тут смотрите Во-первых Расстояние Между сиденьем Просто огромнейшее Комфортабельное кресло Подголовник Вот такой И Вот такая Вот смотрите Подножечка Столик Вот таким вот Движением Чифанить можно Играть в картишки Ну короче здорово Вау Слушайте Подножка Плюс подножка Плюс Вот так вот Вот Знаете Можно Прям Сдремнуть Можно Самое главное В дороге Кого укачивает Вот такой Вот мешочек Так говори Что надо Что такое фокс? Что такое бокс? Бокс И коробка Коробка Молодец Это паук Это паук Молодец Ребят Вот она Эта скорость 303 Но я думаю Что он Он еще может больше Чувствуется ли Эта скорость Ну знаете Наверное Чувствуется Потому что Прям едет Так бодренько Сейчас я попробую Сейчас В тоннель Заехали Не видно ничего Ну вот Примерно Вот так вот Выглядит Скорость 303 В окошках Прям я бы сказал Не чувствуется Но чувствуется Что вагон Разогнался И прям Топит Прям Вот 305 Сейчас он идет Все ребята Мы приехали В Шэньчжэнь Не успели Мы запарить лапшу Мы приехали В Шэньчжэнь Чувствуется Сегодня мы поехали В Гонконг Семейное путешествие Оля Пробуй Гонконг Скушу Ладость Это мы на аллее звезд Блин Вот эта звезда На этих фильмах Я вырос Джеки Чэнь Субтитры сделал DimaTorzok